Всем привет, всем доброе утро! Я собралась, собралась как смогла, если честно. Не знаю, как я буду выглядеть в кадре, мне, честно говоря, страшно, потому что иногда я смотрю вот на... Раньше, когда смотрела на ТНТ, это Бородина против Гузовой, и там... Они так сильно отличаются от инстаграмных фотографий, что мне даже страшно. Я не знаю, как я буду выглядеть. Короче, кое-как накрасилась, не выспалась, а текла. Кое-как накрасилась, ну, блин, что могу? Как грыться, что могу, то сделала. Вот, всё, надела платье, у меня тут срач маленечко. Всё, выдвигаюсь, выдвигаюсь в Останкино, выдвигаюсь, пойду как лохушка, понимаете? Я не знала, что они мне две ночи забронировали в отеле. Я-то думала одну ночь, и я думала, что я пойду туда со спортивной сумкой. Поэтому, ну, я не... как бы, я думала, что одна ночь, соответственно, мне вещи негде оставить, и я всё возьму с собой и пойду туда со спортивной сумкой. Они мне забронировали две ночи, я могу здесь оставить спортивную сумку, но я не взяла маленькую сумку, потому что, ну, нахрена мне, да? Если у меня есть спортивная, нахрена мне маленькая. Короче, сейчас пойду как лохушка с пакетиком, в котором туфельки лежат. Ну, ладно. В общем, ребяточки, выдвигаюсь, потом приду, погуляю, потом приду, сделаю. Ну, покажу, какой номер, номерочек такой скромный. Я уже сходила на завтрак, там шведский стол. А вот. Короче, побежала. Побежала я. Да, вот такая вот русская красавица в платье, в пол. О, ещё всё поскакала. Так, ну что, идём. Цель Останкина, телецентр. Иду. Куда-то иду. Храм. Людей никого, машина только ездит. А людей вообще никого. Суббота. Девять утра, все спят, наверное. Решила вот здесь вот я срезать путь. Смотрите, какая красота. Тут даже экскурсии вон есть. Я не знаю, на телебашне, что ли, экскурсии. Интересненько. Пройдёмте здесь, в тенёчке, среди зелёных деревьев. Ой, какое у неё интересное основание. Так вот вам покажу. Смотрите, как. Интересно. Вот это, я так понимаю, монорельс. Пути монорельса. На который я вчера не успела. На который я пришла в одиннадцать, а он ходит до полдевятого. Ну, бывает, чё. Какая чудесная погода в Москве. Глубое небо, чуть-чуть облаков. Людей никого. Но машин так много. Хотя вот там, вон, вокруг пруда гуляют люди. Очень здорово. Класс. А я иду на съёмки. Иду, снимаю спазм с губ. То есть я же буду сейчас говорить, чтобы комфортно себя чувствовать, чтобы ничего у меня, нигде никаких зажимов не было. Надо делать так вот. Такое движение, оно расслабляет верхнюю губу. И каждый раз, когда вы собираетесь либо видео снимать, либо там, ну, может быть, что-то говорить, желательно так делать. Потому что у нас верхняя губа зажимается. Жизнь прекрасна. Прямо эта башня стоит, как будто... Как будто какой-то, какой-то инопланетный участочек земли здесь. Прикольно. Калкала звенят. Там прудик. Надо будет прогуляться. Вот там вот прудик. Там есть собор или храм. Не знаю, красивый тоже такой. Надо будет после съёмок. Прогуляться. Ну что, кажется, я подхожу к телецентру. Блин, ну какая красота. Ой, да он даже колесо обозрения. У нас, кстати, в Нижнем тоже построили или строят ещё. Серьёзно. Решётка колючая. Остальше. Нет, я не знаю. Ну, слушай, Павла. Ты должен зашёл какую-нибудь кастюлю, да, кастюлю-то, да? Здравствуйте. Да. Ты должен не сказать сюда. А, павла. А, герой, номер, у меня там еще один костюм большой. Он что-то не хочет одевать. Ну, сейчас сразу разберёмся. Пож weten. У нас Танкино. Первый канал. Прогуляюсь хоть по коридорам. Может там посмотреть, может получится маленечко заснять. Интересно. Прикольно. Ох, какая женщина. Слушайте, что-то я немножечко... Как будто заблудилась, но вроде бы и нет. Непонятно. Да, вроде туда и да. Так, ну что, я вышла на свободу. Решила прогуляться. Может быть даже по-моему на рельсе прокачиваюсь, не знаю. Сейчас прошарахаюсь. Вообще не знаю, сколько сейчас времени. Надо посмотреть до ночи. Надо посмотреть до ночи. Мне нужно обойти. Вот, по-моему, кусочек выглядывает дворца. Угу. Так, ребятки, а сейчас прикол. Прикол. Так, все, кто хотел меня посмотреть, на первом канале увидеть. Отбой. Отбой. Меня не снимали. Ну, может быть, если только в качестве зрителя. Это прикол. Короче, у нас там было две девушки. Две девушки. Я и москвичка. Которая лечилась в институте Склифосовского. У доктора, который является их другом. И как вы думаете, кого вызвали? Конечно же, ее. И потом там, знаете, еще была такая тема. Перед съемками нас спрашивали, какие препараты прописывали, еще что-то. И как долго я восстанавливалась? Я восстанавливалась полгода, а она две недели. Вот. В институте Склифосовского. Ей там полное обследование делали. И, в общем-то, понимаете, да? И друг их, доктор, он тоже был приглашен. И ей прописали препарат. Преднизолон. Гормон, короче. По-моему, преднизолон. Гормон. Который, якобы, творит чудеса. А у меня этого препарата не было. Хотя, может быть, поэтому я долго восстанавливалась. Она быстро восстановилась, а я долго. КХЗ. Все может быть. Ну, в общем-то, все зависит от того, к какому доктору ты попадешь. В общем, я просидела. Я просидела о своих впечатлениях более подробно. Я, наверное, отдельное видео сниму. Потому что, ну... Там тоже интересненько было. Интересно. Ну, вообще-то, это интересный опыт, на самом деле. Даже просто посидела. Мне все равно заплатили гонорар. Все равно заплатили. Даже если учесть, что меня не снимали. Ну, и херчи с ним скаталась. В Москву за их счет более хорошо. Да? Ну, прикол, конечно. Я еще брала с собой туфли. Я сейчас надела кроссовки и прям, вот знаете, почувствовала, что я самый счастливый человек на свете. После этих шпилек 10-сантиметровых или 12-сантиметровых. Ну, короче. Короче, вот так вот. Вот такие вот дела. Ну, я в шоке, конечно, немножечко. Малша вот такая, знаете, а? Такая на передаче. Она сиськи-ма-сиськи, сиськи-ма-сиськи. Когда выключается камера, или перед тем, как камера включится, немножечко, знаете, немножечко другой человек. Вот вы представьте человека с ее вот этим вот сиськи-па-сиськи, вот этим вот голосом, который, ну, может с тобой очень грубо разговаривать. Знаете, такой диссонанс. То есть вроде бы... Ну, ладно. В общем, сниму отдельное видео. Расскажу более подробно. Сейчас хочу погулять. Хочу погулять. Визит поднялся. Какая красота. Это красиво накрасилось. И тут и та девушка тоже накрашенная пришла, и нас все хвалили. Меня даже не переодевали. Сказали, что все у вас хорошо. И макияж отличный. Мне только немножко скулы затемнели. Собственно, все. И вот волосы подкрутили. Вот здесь вот кончики. Чуть-чуть подкрутили и скулы затемнели. А так все мое. Все мое. Может быть, вместо физажиста. Мне кажется, очень красиво я себя нарисовала. У меня еще тушь синие. Тени такие фиолетовые. Мне кажется, они друг друга дополняют. Делают взгляд более выразительно. Ну, короче. Пойдемте погуляем. Потом прокатимся, может быть. Так красивенько, так зелено еще. Скоро вся эта зелень превратится в желтую листву. Но в ней тоже будет свое очарование, конечно же. Ой, на последние денечки лета. Буквально на следующей неделе осень. Красота. Красота. Красота же, да? Трава зеленая. Уточки, что ли? Такие необычные, красивые. Реставрации. Красивые. Красота. Красота. Какая роза шикарная. Как тут прикольно. Усадьбы мы не посмотрим, там идет реставрация. Все закрыто. По дорожкам походим. Классно, да? Блин, а там усадьба, но она вся в лесах стоит. Ой, шарахаемся, что такое. Блин, я не помню, я сказала или нет, Но много шарахаться я не буду, потому что время уже начало третьего, а мне надо еще в отель, в гостинице вернее вернуться, потому что край в пять мне нужно выходить, даже пораньше, наверное, потому что все-таки прокачусь на монорельс, если сюда доеду, на нем до Тимирязевской, Короче, я не знаю, куда тут забрела, я думала по парку погулять, а что-то как-то... Везде заборы одни, одни заборы, даже не знаю, как туда пройти, наверное, там можно как-то пройти. Сейчас пройду еще вдоль. Собаки лают. Домик, смотрите, деревянный. Может, в гостиницу идти? Если я буду в гостинице в три, то все равно надо хотя бы немножко отдохнуть, да, вещи собрать. Даже не знаю, особенно разгуляешься. Я думала, погуляю-то, с учетом того, что я буду уже с сумками деваться, я куда гулять не хочу. А сейчас, когда нужно возвращаться в гостиницу, что-то какое-то у меня раздрай, если честно. Все пошло не по плану. В любом случае, все сложилось самым удачным образом для меня. Самым удачным образом для меня все сложилось. Вселенная подарила мне путешествие на халяву в Москву, и это круто. Вот, еще и деньги заплатили. Ну, шикарно. Может, и хорошо, что я в кадр не попала, потому что там она ее водила за руку, как пятилетнюю девочку. Ну, не знаю, в общем. Наверное, мне как-то и хотелось, а с другой стороны, может быть, не зря я не волновалась, потому что интуитивно я знала, что я туда не попаду. Может быть, так? Хз. Короче, хз. Как бы получилось, так получилось. В общем, не знаю, что делать. Идти гулять или идти в гостиницу. Вроде что-то поснимать охота. А чего, не знаю. Ладно, пойду до парка прогуляю. Все равно надо свежим воздухом подышать. А потом в гостиницу пойду. Какие розы. Ну, красота. Неземная просто. Здесь уже маленечко подвядшие. Ой, прелесть какая. Какие красные, шикарные. Класс. Пошел отход. Так, что тут у нас? Это ВДНХ. Не знаю. Прогуляемся. Еще хотела в космопарк, но, наверное, уже не поеду в никакие космопарки. Здесь по шараху. Здесь прохладник так хорошо. Здесь хорошо прям свежо так. Прогуляюсь немножко. Азат пойду. Что-то все планы у меня рухнули. Как-то вот, знаете, как вот вчера я пропустила такси, и все. Все пошло по звезде. Как-то вот так получилось. Все пошло по звезде. Все сложилось не совсем так, как я планировала. Ну, значит, значит, такой план гораздо лучше для меня, чем мой. Вот. Но есть такое немножко какое-то расстройство, что ли. То ли разочарование какое-то. Неприятный осадочек какой-то остался. Как будто бы... Или обидно. Не знаю. Не знаю. Как-то... Как-то непонятно я себя ощущаю. Немножко подрастроилась, наверное, да. И немножко расстроена. А что, мне так сильно хотелось в телевизор попасть? Возможно. Возможно. Может быть, просто передача Елены Малышевой это не то, где мне надо быть. Да? Ну, короче, хз. Ну, такой какой-то осадочек остался. Непонятно. Вот. Но в любом случае, все сложилось очень хорошо. Это пакеты с шашлыком тащит. Кто-то вон там на лужайке тренируется. Люди отдыхают. Красота. Скошенной травой пахнет. А, здесь ее подстригли. Ага. Красота. Нравится здесь настроение, так как вот в Америке. Люди сидят на лужайке. Вон кто-то лежит. Кто-то занимается. Кто-то шашлыки жарит. Прямо так классно, здорово. И опять же башня. Шикарный вид, конечно. Прикольно. Ресторан вон даже. Закрытая смотровая площадка. Такой, наверное, оттуда шикарный вид. Так, ну что, все. Пора выезжать. Опаздываю, опаздываю. Надеюсь, успею на смолёт. Вот. Маленький рум-турчик. Ну, номерочек такой скромный. Я не помню, я снимала или не снимала. По-моему, я хотела сегодня. А сегодня мне было некогда. В общем, сейчас такой, ну, скромненький. Здесь вообще нечего. Вот кровать. Вот кровать. Окно. Телевизор. Кондиционер. Кроватка, тумбочка, столик. Ой, вот холодильник. Ну, тут вот, тут все принадлежности. Чайник там, пульт. Всё, всё лежит. Коридор и ванная. Ванная. Всё, собственно. Я уже вещи собрала. И вот ванна. Ванна, унитаз. Всё. Скромненько. Скромненько. Обычненько. Завтраки. Вот ещё один завтрак на завтра остался. Но завтра у меня здесь уже не будет. Поэтому вот как-то так. Вроде всё собрала. Всё, побежала. По дороге к метро. А вот и космопарк. Куда я не попала. Ну, ладно. Увидела издалека. Увидела издалека. Мать моя женщина. не заплутаться бы во всей этой красоте. Божечка, божечка. Вот это масштабы. Так, стойка регистрация. А где паспортный контроль? Мама. Мама! Черде, очерде. Так, выхода на посадку. Короче, масштабы впечатляют. Вчера я этого не видела, а сегодня я в ахере просто. Так, иду вовнутрь. Идем, выход на посадку. Сим-Сим, откройся. Боже, какая красота. Вау, зайдем, понюхаем. Побрызгаем. Ух, какая красота. Прямо глаза разбегаются. Здесь, конечно, шикарный дютик. Так, ладно, прогуляемся. Здесь так много всего, что... и вдоль. Выхода на посадку. Так, а ко мне откуда идти. Прикол. Сона. Так, всё. Так, кофе, наверное, мне хочется. Такой он огромный там вообще, просто. Так, у меня вроде бы сто четвёртый крышка-картошка. Посмотрим. Офигеть, тут ни конца, ни края, божечка. Я точно здесь никогда не была раньше. Такого не помню, что был такой огромный аэропорт. И ни одного аппарата с кофе. Прикольно капсюльный отель. Остальные закрыты, там что, уже занято. Прикольно. Такие цены. Такие цены. Такого. 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 Такое. так ну что все я дома осталось дойти до такси иду к такси он не стал заезжать что у него там штраф какой-то не так и не поняла чего чикаго кому и как блин как холодно то мама дорогая дубочина прям жесть надеюсь мне тут никто не похитит такой красавица ладно все я поехала домой непонятный был вы были выходные непонятные суббота непонятная было ладно в общем завтра перевариваю луна какая красивая завтра переварим а пока пошла убираю телефон а тут такое темненькое место мало ли чего